Продолжение следует... Не показатель, конечно же, серьезности соперника, но все равно Джин Хван действительно вырисовывается как новый лидер категории и как минимум это новый лидер корейской сборной в данном весе и сегодня он этот статус, я думаю, подтвердил. Действительно, парень очень грамотно борется, учитывая, что он все-таки молод, он очень молод и в предыдущем году, грубо говоря, и началась его карьера на турнирах серии АДЖФ. Сейчас второй раунд на ваших экранах против поляка, которого Джин Хван заипонил таким вот очень интересным зашагиванием. Третий раунд на ваших экранах против Жуба Назара из Республики Казахстан. Хочу сказать, что Казах очень хорошо смотрелся в этой встрече. Было у меня мнение, что... Сложилось у меня впечатление, что, возможно, он даже сможет победить. В этом эпизоде он зарабатывает в Азаре. Хороший бросок получился у Казаха, чуть-чуть не докрутил на япон. Вот в этом эпизоде Кореец контрит своего оппонента через грудь, зарабатывает в Азаре, сравнивая счет. И здесь заходил Казах на бросок под хватом, был очень близок к оценке. И в этом эпизоде своей коронной спиной Кореец бросает своего оппонента и выходит... Следующий раунд в четвертьфинал, в котором он боролся против израильтянина Сааги Муки, который стал пятым, проиграв за бронзу Михаилу Латышеву, 18-летнему дзюдоисту из Молдовы. Всего менее минуты понадобилось Кореецу, чтобы заипонить своего соперника вот такой красивой передней подножкой. Хорошая передуха на самом деле получилась. Тайо Тоши. Где-то улыбается один корейский легендарный дзюдоист, король передних подножек. И в полуфинале он боролся против украинского дзюдоиста Георга Манукьяна, который стал пятым сегодня. Но он показал очень хорошую борьбу на самом деле. Корейцу хватило одного в Азаре, вот этого быстрого подхватом за 23 секунды примерно после начала данной встречи. И в финале Кореец боролся против дзюдоиста из Азербайджана. И в голденскоре он бросил его всю той же своей кроной техникой и заработал очередное золото для себя с турниров мировой серии. Я его с этим поздравляю.